подклеил тент слева справа и сзади по прицепу тоже ребята я чуть с ума не сошел там от холода ладно я там парнишка наверх возил на стремянке крышу подклеил там вообще ад какой-то на заправке в кемерово вот ко мне кореш подъехал олешка привез мне кучу кучу всего ребят смотрите я горит знаю куда ты едешь тебе это все обязательно пригодится да братом капец этот вылез ребята конечно вообще жопа что немножко не подрассчитал стоит короче остановился на обочине и смотрю машинка в кивете тоже остановился вот думаю надо помочь парень молодец взял вытащил понимаешь вот так этот как зовут жамиль жамиль такие вот ребята у нас на дороге помогаете друг другу да 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 действительно мужик поехал дальше ладно замен давайте удачи вообще тебе тут молодец блин я рад что такие люди есть у вас давай давай счастлива дружище внимание низкая температура к б состоянии неизвестно пишет идет прогрев сейчас будем пробовать заводить сейчас пока прогрев так сейчас прогрев закончится и немножко подрастется прогрев закончился аккумулятор и низкая температура к б пусковые сто процентов еще пробуем заводить экхэй 23 9 прогрев пошел это просто танк пусковые на зарядку стали сразу эти на зарядку просто танк как я рад тому, что здесь есть дополнительные аккумуляторы которые исключительно только на старт там два аккумулятора получается два основные и два дополнительные вот что брат вам, монтирую вам видосик, новый видосик встал я наверное уже часа два назад вчера я ничего не монтировал я приехал, сразу лег спать потому что вообще так задолбался конкретно, я просто лег и сразу уснул такие дела, сегодня с утра встал, думаю так, надо помонтировать, быстренько помонтировал, ну где-то в районе, наверное часа два наверное я назад встал и вот только сейчас выезжаю но еще позавтракал ну что, тихонько можно, я думаю, выдвигаться шторку я так оставляю, но немножко задеру ее конечно обратно я еду вот так вот со шторкой сбоку потому что холодно, ребята, минус 22 сейчас показывают на улице холодно и как бы в футболке едешь, рука все равно подмерзает хоть здесь и обдув окна работает и все боковые моменты вот эти вот но все равно такое есть автономка пускай пока работает так, все время 6 часов 51 минута по Москве не забываем обнулить за вчера прошел 707 километров с расходом 28,6 сброс данных поездки каждое утро у меня такое происходит ну что, давайте тихонечко выдвигаться так, коробка в режиме автомат ручник снимаю вручную все, давайте с Богом выйду оттуда, по верху, откуда заезжал в первый метр стараюсь ехать очень аккуратно не носила я машину потому что очень холодно все узлы и агрегаты в замерзшем состоянии что-то кабину поднимаю надеюсь, он просто масло хочет проверить в двигателе ну что, с Богом, друзья, поехали план действий на сегодняшний день подобраться как можно ближе к городу Иркутск завтра забираем цепи, покупаем и выдвигаемся дальше такие вот, ребята, дела весь снег, все из-под прицепа, с крыши слетает ты что, немножко левее не можешь взять, что ли? обязательно надо ко мне вкладничком пролететь машинку сильно не нагружаю пускай немножко в себя придет а так вот еду 45-47 где-то немножечко она раскачается амортизаторы все в себя придут двигатель прогреется как надо и уже можно будет немножко добавлять скорости да, безусловно, огромный плюс, что в данной машине 4 аккумулятора 2 основных на свет, фары и так далее как у всех и 2 дополнительных чисто на заводку с утра это очень круто мне это очень нравится у тебя всегда, вот как бы аккумуляторы за ночь не высаживались всегда дополнительно 2 аккумулятора заряженных 100% на то, чтобы машину с утра завести это ништяк, ништяк вот, но опять же бытует такое мнение, но это по-моему так оно и есть что если у тебя 2 основных аккумулятора тоже вообще прям в нолину высажены то ты и с теми двумя на зарядку, на заводку которой машину не заведешь потому как мозги вроде как питаются здесь от основных двух аккумуляторов то есть самый минимум хотя бы в аккумуляторе заряда должен быть на основных, чтобы завести ее но опять же, если и там самого минимума нет то опять бытует мнение но оно по-моему так оно и есть я ни разу не проверял вот, что здесь вытаскиваешь поворачиваешь херню там палочка вытаскивается красная такая поворачиваешь ее что-то типа этого и ждешь и на приборке должно написаться типа машина готова к запуску я так понимаю, что с дополнительных аккумуляторов, которые на запуск машины берется энергией, получается, на основные подпитываются немножко, чтобы подпитать мозги и собственно завести машину такие дела но я еще пока этого не проверял да если честно, не особо-то хочется проверять пусть уж все будет всегда нормально блин, я с люком все время открытым ехал в эту дорогу вот, так регион 24, друзья карточку взял ключи от машины взял, телефон взял вот сейчас пойду спрошу, сколько душ стоит если рублей 200, пойду скажу, помоюсь если уже 250, то дорого поеду дальше, куда-нибудь искать душу вот, жду Петруху Петруха подъедет встретимся с Петей и потом поеду дальше ему на выгрузку надо а мне дальше тоже на выгрузку ну вот, Петруха 2266 приветствую, дружище наконец-то догнал меня сходил, короче очень уж тут дорого 250 рублей душ, 30 рублей туалет ну, дорогая-дорогая стояночка видите, у него где ящичек чуть снизу трещина это его так на стоянке зацепили, конечно неприятно пипец петруха петруха, петруха ну, что сказать белая вольвешка братва так-то все равно конечно ну, поинтереснее чем желтая смотрится цветом ну, у нас там новая вольвочка такие дела автономку поставил на 27 сейчас петруха подойдет попьем чайку поболтаем немножко и вперед дорогу короче, сидим с петрухой кушаем обсуждаем дорогу дальнейшую у нас, ребят, сегодня такой перекусик небольшой с петрухой с сырком с ветчиной вообще красота брат, тебе нравится? хорошая тема да короче давай, петруха привет кому-нибудь передавать кому привет привет передают в общем передаю привет всем огромный кто смотрит канал подписчикам также привет огромный передаю девчонкам своим которые сидят дома ждут ну и родным близким естественно само собой ребятам с организации все кто знает кто узнал увидел а также отдельный привет отдельный привет прилетает брательнику моему двоюродному Сереге с сургута огромный плавный привет я знаю ты это будешь смотреть так что на просторах хотя бы меня узнает серега тебе тоже огромный привет собрались сегодня с петрухой так регион 24 ребят в кемерово в кемерово скажешь красноярске красноярске догнал догнал меня все таки петруху сейчас мы короче покушаем и будем выдвигаться да брат мне чуть-чуть оставаться петрухи сколько тут километров 15-20 да может меньше даже может даже меньше для выгрузки а мне 2 меняющих километров тысячи 2 наверное даже не считал а я что-то все еду еду думаю ладно еще рано смотреть вот такие дела ладно ребята мы кушаем все вам всем привет петруха тоже передает привет нам приятного аппетита ну что все надо тихонечко будет выдвигаться посиделись петруха все покушали все красиво убрались скажешь что-нибудь напоследок всем ровно здоров да аккуратнее удачи зима впереди режим да давно пора это точно никуда не спеши это точно все остальное подождет все графики все прочее это все дело такое иногда ошибка экономия пару минут может сыграть злую шутку и вылиться в неприятные моменты кому это надо никому кроме нас лучшее не скажешь такие дела ладно будем прощаться тихонько выезжать сколько времени тоже без 15 тебе бы туда ровно подъехать ручок да нет зачем просто сейчас пойдем как раз и все что брат поедем ты за мной низкая температура АКБ состояние неизвестно крутит долго надо было мне завестись отъехать а потом бы крутил и стоял поехали с Богом тихонечко 613 Петруха хороший парень постоянно общаемся так автономку пока не выключаю потому что прохладненько сейчас где-то Рустам навстречу пойдет помните я снимал обзор про его скамейку такой типа обзор R и вместе мы с ним с Якутией выбирались сейчас навстречу пойдет но он тоже не один идет трое человек трое людей у них так что решили вроде как не останавливаться уж никого не задерживать рация блин что-то ребят перестал работать принимать я всех принимаю слышу а ответить не получается никто меня не принимает что за херня не знаю рации проблемы какие-то надо сейчас выкинуть и вообще новую купить и все принимаю сеттодара да принимаю ты слышишь меня а сейчас слышишь рустам принимаешь ну это пробегу на снижнем блин рустик принимаешь рустам короче нифига не принимает рациона рутская а вот он едет рустик принимаешь хорош хорош рустик эх блин хороший парень нет времени посидеть совсем жалко жалко дай бог еще встретимся обязательно если брат смотришь это видео рад был тебя хотя бы так увидеть сейчас встретимся обязательно встретимся успеем вот так вот друзья жизнь наша дальнобойная обрастает знакомствами хорошими друзьями товарищами а так вот мы периодически встречаемся на дорогах нашей необъятной родины давайте 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 ребят переходите так вот и работаем так так общаемся не всегда правда конечно бывает времени остановиться жалко жалко очень а вот его парни тоже автолидеры едут 258 здорово ребята и 379 рустик не так далеко они от тебя отстали нормально можно сказать вслед вслед идут блин вот ребят новая есть новая да я еду по такой гравийке ну грубо говоря вот такой плоховастой дороге с кучками с ямками у меня вообще ну можно сказать ничего не трясется ничего не гремит холодильник ну это вообще фиг вообще прям так здорово идет подъехал нижний ингаш здесь по левую руку сейчас будет стояночка я там обычно мою стираюсь и заодно думаю покушать зайду вот сейчас думаю зайду помыться потому что сегодня я не сошел за 250 рублей да что-то мне как-то показалось совсем уж вообще офигели 250 рублей душ тут 200 он кажется дороговато блин тут 250 тут по-моему 150 рублей душ сейчас вот я точнее скажу по-моему 150 несколько раз ушнулся что-то подзабыл зайду помоюсь покушаю и поедем дальше время 2.25 местного получается 7.25 температура минус 18 прошел 401 километр грубо говоря половина рабочего дня у меня позади вот сейчас меня интересует что время 7 у них местного 7.20 заехать налево на стояночку машину оставить либо здесь правой стороны на обочине тоже все оставляют блин конечно лучше бы на стояночку заехать потому что машина в безопасности можно сказать вдали от дороги с другой стороны если там уже он расставляет машины все по порядку на ночь то как бы тоже проблемка наверное все таки на стоянку сейчас заеду сейчас посмотрим подъезжать буду быстренько надо определиться что я делаю что там слева нормально давайте на стоянку заеду да все хорошо народу нет больно на стоянку заеду будут намного спокойней за машину за машину за груз так кто этот груз нафиг сумасы идут вытаскивать аккуратненько 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 почему к этому не прижался потому что если меня здесь заставят чтобы у меня было место на поворот налево чтобы я смог завернуть туда в проем поэтому немножко вот так вот я дистанцию взял здесь от левостоящего и вот так вот так вот поставлю даже если сейчас слева справа меня заставят я спокойно вытянусь и он в те ворота спокойно выверну нормально все так нейтраль ручник туманки выключаем все собираемся вещи и погнали мыться вот все погнали сходим помоемся гостиница Русь 150 рублей душ нормальных отлично я бы сказал пойдет нормально обычный душ что вы как говорится хотите все я сейчас моюсь и кушать погнал все отлично так покушал дегла тачку пройдем посмотрим с колесами нормально так ну что друзья все помылся побрился оделся во все домашнее удобное и надо будет тихонечко выезжать 410 километров я уже прошел за сегодня все где-то надо 4 соточки пройти ну что с богом поехали автономку сразу выключил меня спрашивают почему ты отключаешь ручник нажатием на тормоз а потом на педаль ведь он же автоматом я не знаю мне так прикольно ребят меня это прикалывает я почему-то думаю что так действительно сцепление не так и сильно изнашивается потому что по факту то смотри логика вот например я трогаюсь и когда он снимается автоматом да я на педаль на газа нажимаю она держит ее держит держит при этом же сцепление получается уже в работе находится правильно же так получается а когда я ручник сам снимаю вот смотрите я его снял на тормозе держу отпускаю с тормоза все машина свободная она вот может даже покатиться если что и просто автомат уже стоит просто газ добавляю она сама поехала уже ничего ее больше не держит все то бишь так скажем ресурс сцепления я думаю что будет намного больше если делать так ну кто как делает меня вот так прикольно мне так нравится я делаю так не всегда что туманки включим пах вообще красота просто обожаю свою машину тихонечко так переход проезд там открыт машина ездит вот эту кучечку немножко объедем вот здесь слева все поехали 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 давай 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 нет нифига да задняя передача надо видать ходом здесь только выходить все нормально ситрак что ли да ситрак в натуре как ман блин я думал ман так ну что дорогие друзья температура минус 16 иду с расходом 28 литров 800 миллилитров время 3 часа 53 минуты москва здесь плюс 5 прибавляйте сами вот прошел за сегодня 410 километров и все поехали дальше навигатор пожалуйста музыку давайте добавим что я включу радио есть ли радио как можно не любить эту работу это же просто кайф просто кайфуле короче братва душ 150 рублей подходите говорите кодовое слово серго дальнобой и короче для вас будет стоить душ 150 рублей все так же даже могут немножко неправильно на вас посмотреть и понять чего блять так впереди у нас крутоватый подъем самый такой здесь вроде говорят ребята что посыпано на всякий случай сейчас коробку переведу режим скорость молния маквин сейчас мы просто возьмем его попробуем усложняется он тем что тут поворот мост поворот вот она круто видите так и на десятой держит обороты 1500 почти немножко выхожу навстречу и пошел 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 тапку молодец молодец блин почему я с этой коробкой вот именно в таком режиме в Якутии когда был я просто забыл ребята про эту штуку буксует но идет я реально забыл что коробка здесь есть как такая вот скоростная так и в экономе режим я ребята там представляете ехал в эконом режиме в Якутии по этим всем подъемам разгонял ее в эконом режиме там переходил на механику естественно она была у меня просто в автомате но ставить вот именно вот этот режим молния маквин я его сейчас так буду называть режим молния маквин сейчас братуха у тебя фары все погасли так братва ну что заезжаем на стояночку маквин пытать счастье что здесь есть места прошел за сегодня 844 километра включая левый поворот так сзади не километр все нормально штор так шторочка так все при мне ладно видите все забиты уже почти походу хоть бы место было 844 километра прошел время 10 часов 9 минут Москва вот так и бывает будет кафе север вы ушли с маршрута я не понял ты че че так встал то внутри или между вами кто-то стоял офигеть наверное да 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 или кто-то уехал или или он сам так да наверное уехал неужели он так стал широко так места нет нифига да че делать братва куда вставать тут тоже мест нету охранник бы вышел сообщил бы встать походу некуда ребята щет подзадим вторым рядом что ли туда за этим за этим встать даже не знаю тоже все везде занято че между этими залезть еще или сюда блин если я сюда залезу там наверное не вытянутся ребята нифига ну-ка давай попробуем вот сюда поближе прижаться и потом схожу посмотрю там сзади ребята вытянутся или нет верхнее зеркало стоп соберут наш здесь в принципе туда дальше некуда встать если еще отсюда кто-нибудь уедет вообще здорово будет так я лучше сюда встану должен по идее но это все по идее так надо жопу как можно дальше туда толкнуть справа нормально слева нормально справа нормально слева нормально так стоп автомат как можно правее взять сейчас надо чтобы прицеп зашел сюда нам вот в этот прогал надо попасть чтобы попасть надо немножко протянуть ее вперед у так справа проходим слева проходим справа проходим слева проходим справа хорошо слева хорошо и вот так вот примерно оставлю правда рейф работает но деваться некуда еще немножко вперед проеду и стоп чтобы ребята двери открыли никому что мне не помешал так нейтраль ручник фары тушим ну короче что получается слева машинки я не мешаю справа не мешаю сзади никому я не мешаю все спокойно выйдут и там проезд есть я там проезжал так все все нормально так время 22 часа 19 минут минус 17 прошел за сегодня 844 километра по солярке скоро будет пол бака заправка в чете так что все все нормально ванна братва все я спать ну как спать сейчас и дашечку помотирую немножко все нормально завтра выйдет так что всем пока всем доброй ночи